И сегодня, сегодня будет нечто, сегодня мы будем пробовать и испытывать абсент. Скорее всего, под конец ролика я уже накидаюсь, но... Значит, такова судьба. Ну, для начала, давайте. Для начала нужно вспомнить, что настоящий абсент в наше время в магазине ты совсем не купишь. Ну, по крайней мере, в России из-за законодательства. Ну, как правило, это просто спирт с ароматизаторами, красителями. Но есть при этом настоящий абсент, который люди делают самостоятельно по старинным рецептам, ну, у себя дома. Таковым, собственно, и является вот данный абсент, который я заказал. Он сделал только из-за натуральных трав, без использования какой-то химии и прочего говна. Никаких красителей, ароматизаторов и прочее. Только травы и алкоголь. Ну, для примера, зеленый абсент классический. За основу взят французский рецепт, ну, по-моему, там что-то 1855 года. Но со временем, конечно же, его дорабатывали, видоизменяли, добавляли травы. Сейчас это полностью авторский рецепт, который включает в себя анис, фенхель, мяту, мелису, бадьян, майоран, ромашку, кориандр, дягель, исоп, кардамон. Ну, и, конечно же, горькую полынь, которая, собственно, и придает особенный вкус и эффект, максимально приближенный к ароматизу 19 века. Собственно, когда первичная горечь, напитка плавно оттеняется приятным послевкусием благородных вот этих трав, всего вот этого вот приятного, бодрящего опьянения, которое, собственно, само за себя расскажет о натуральности всех продуктов. Дальше абсент фиолетовый. Он изготовлен по классической рецептуре, но окрашен он зелеными травами. А цветом синего тайского, ну, там какой-то, короче, чай, какой-то, я не помню. Он дает такой приятненький вкус, кисловато-сладкий. Красный абсент меняется до фиолетового при приготовлении его чешским методом. Но давайте, короче, дальше. Белый абсент имеет прозрачный цвет, так как после дистилляции он не окрашивается травами. А при применении чешского метода приготовления он, собственно, становится мутным. Белый, ну, больше белый, да, наверное. Очень мягкий, приятный вкус. И, собственно, кровь ван Гога, это сладкий, офигенно сладкий вкус. Окрашивается он каркаде. В общем, каждый имеет примерно 70 градусов. Собственно, как и все обычные абсенты, это от 55 до 80 градусов. Это была маленькая часть теории. Ну, я думаю, что от теории нужно переходить к практике. Мы сегодня попробуем с вами самые классические методы, которые действительно надо попробовать именно употребление данного напитка. И давайте начнем мы, наверное, со способов французский, так сказать. Собственно, что нам понадобится? Нам понадобится стакан, который мы называем Роксом. Нам понадобится вот такая вот штучка. И нам понадобится вода. И нам понадобится сахар. Причем рафина от кубики. И, конечно же, ложка для абсента. Но если у тебя нету ложки для абсента, в принципе, ты можешь элементарно использовать, ну, допустим, обычную вилку. Так, ну, кстати, это мы можем даже и не использовать, дабы посуду не загрязнять. Ну, какой цвет попробуем для начала? Давайте попробуем для начала, собственно, белый. Звук приятный. Запах это просто непередаваемый. Итак, мы наливаем сразу в Рокс сам абсент. Сверху мы на ложку кладем сахарок. И примерно таким же количеством, как было абсента, мы через сахар проливаем воду. Как все заметили... Так, сахар мы можем убрать. Как все заметили, абсент стал мудроватым. Собственно, то, о чем я говорил вам заранее до этого, отделились эфирные масла, и сейчас максимально раскрылся и вкус, и запах. Ну, запах прям стал намного сильнее, нежели я его нюхал впервые. Кстати, а ты знал, что абсент это аперитив? И, в принципе, абсент его не закусывают, его не запивают. Ну, это, опять же, по классической рецептуре. Абсент подают перед тем, как начать кушать. Но я чувствую, что сегодня я укушаю с абсента, и еда в меня не пойдет. Пробуем. Ну, естественно, нету обжигания, как если бы его пить чистым, там, 70 градусов. Вкусненько, просто вкусненько. То есть, чувствуется вот эта вот полынь, вот этот грековатый привкус, и потом открывается. Это был французский способ. Кто забыл? И теперь ты сможешь перед своими корешами непосредственно блеснуть умом и сказать, бляха-муха, чуваки, смотрите, я вот умею пить французским способом. Дальше мы попробуем чешский способ, который считается максимально классическим и приближен именно к тому, как пили абсент когда-то, давно, в старые-старые времена. Для этого нам понадобится, собственно, абсент. Давайте мы, раз уж это классический способ, мы и будем использовать. Давайте возьмем, давайте возьмем классический. Давайте возьмем классический зеленый абсент. Кстати, хочу обратить внимание на настоящем абсенте. Снизу всегда на донышке есть какой-то небольшой осадок. Итак, что мы делаем? В чем заключается чешский способ подачи? Также нам потребуется вода, но также потребуется ложка и также потребуется сахарок. Я, кстати, так давно видео вам не снимал, что у меня уже даже вот такой некий мандраж на руках. Не знаю, то ли от того, что я выпиваю много. Ну, бывает. Кстати, для тех, кто не знает, где я выпиваю и для тех, кто задает вопрос, бомбер, а где же стримы на YouTube-канале? Ты же специальный лайв-канал создал для стримов. Ребят, я вам оставлю ссылку в описании того места, где у меня практически каждый день проходит трэш-стримы, где мы бухаем этот абсент и прочий алкоголь и творим всякий трэш, исполняем челленджи. Короче, прям вот советую зайти, зарегистрироваться, писать мне в чат и смотреть мои стримы. Собственно, чешский способ. Мы проливаем абсент через этот сахар. Далее мы его Опа! Техническая неполадка, но я был умнее. Далее мы его поджигаем и ждем, когда сахар карамелизируется. Ну, наверное, проще говоря, расплавится, когда сахар начнет таять и, превращаясь в карамель, капать, собственно, в сам абсент. Кстати, тут нам понадобится второй стакан для того, чтобы не обжечь губы, потому что сейчас этот стакан очень будет горячим, особенно края, потому что они самые тонкие. Ну, уже. Да, уже начинает капать. Красивые капельки, кстати, и горит очень круто и красиво. Пока горит, расскажу вам еще одну фишку. Я хочу объявить конкурс. Если ты прямо сейчас в комментарии напишешь идею для видео, я выберу три самые топовые идеи и 31 декабря... Да нет, это слишком далеко. Давайте числа 20 декабря. 20 декабря я сделаю розыгрыш и выберу кого-то из вас, расскажу, какие идеи были самыми крутыми и подарю подарки. Первым подарком будет, ну, пусть будет полторы тысячи рублей, второе место это будет тысяча рублей и третье место 500 рублей. Итак, когда у нас сахар практически поплавился, мы его скидываем и перемешиваем. Далее переливаем и заливаем таким же количеством воды. Как видите, цвет получается немного странный. Ой! То есть цвет не зеленый и тоже немножко замутневший. Повторюсь, настоящий абсцент должен обязательно мутнеть. Как по мне, так зеленый абсцент гораздо интереснее по вкусу. Но опять же, возможно, ему вот этот подгоревший сахар дает какую-то тему, какой-то привкус. Но вкус такой более горький, более дерзкий, что ли. То есть, ты больше ощущаешь палитру вкуса. нравится. нравится. Это нравится. Если нравится, то прямо сейчас тыкай лайк. Ну, а говорить про то, что подпишись на канал я не буду. Если захочешь, сам подпишешься. третий способ это экстремальный. Это тот способ, который больше всего сейчас любят клубы, бары, рестораны. И он максимально зрелищный и максимально убивающий. Мы берем также Рокс, наполняем его напитком любым, который вам больше нравится. Пепси, кола, спрайт. Больше всего спрайт подходит, но у меня под рукой оказалось только Кока-Кола. Далее мы берем, ну давайте на этот раз мы попробуем Кровь Ван Гога. Это красный абсцент. Мы наливаем его в коньячный стакан. Ух! И подготавливаем сразу трубочку с салфеткой. Протыкаем салфетку трубочкой. Вот так вот он кладется на стол и прогревается. Я думаю, вам видно, как офигенно, красиво он горит. Какое крутое пламя. запах какой. Далее мы прогретый абсцент выливаем и накрываем. Ждем буквально 3-5 секунд и перекидываем нашу верхнюю рюмку таким образом, чтобы она была на трубочке. При этом немножко прижимая. Поднимаем за ваше здоровье, мои дорогие зрители. Главное мне сегодня, как Ван Гог, ухо себе не отрезать. и пьем. В смысле, Абсцент уже говорит о себе. Дышим. Дышим парами. Ух! Не по-детски. Не по-детски хлопучит. И это это уже лично моя штука, как я всегда делаю. Чтобы последние не выкидывать. Вот так вот. Ух! Ух! Просто посмотрите, как с меня льется пот. Хотя дома у меня сейчас достаточно прохладно. И у нас остается синий Абсцент. или как это называется? Фиолетовый может быть. А сейчас мы его приготовим тоже коктейлем и тоже совсем необычным. Для этого мы наливаем стакан воды в стакан в рюмку. Берем уже поюзанную жизнью, как видите, ложку. Но опять же, кстати, очень хорошо она отмывается, очищается. И по ложечке мы наливаем напиток. Аккуратно, медленно и плавно. Получаем мы, дорогие друзья, смотрите, какой просто необычайной красоты шот. получается у нас снизу вода. Белым это стало, повторюсь, эфирные масла, которые отделились от абсента и смешались с водой, высвободившись. на самом деле, на самом деле, на самом деле, блин, я, короче, уже походу прям так нормальный. После четырех, трех коктейлей, я уже даже считать забыл. И я уже забываю, что я говорю. слушай, абсент дает, видимо, о себе знать. В общем, высвобождение вкуса абсента за счет эфирных масел, и сейчас мы убиваем этот шотик. Конечно же, за ваше здоровье и за ваши удачнейшие короче, чтобы вам было хорошо. Все, капец, капец, блин, будете в комментариях ржать, походу, надо мной. Фух. Очень интересный вкус. Я не скажу, что попробовал все четыре сейчас, я не скажу, что они кардинально отличаются друг от друга, но разница есть. Разница есть, и я понимаю, что, допустим, для меня очень круто зашла кровь Ван Гога, это вот красный, и очень круто зашел белый, попробовав эти все. Ну, какой тебе покупать, какой тебе пробовать, это уже выбирать только тебе. ну, и давайте, наверное, до кучи, чтобы тебе не приходилось искать по интернетам, где же купить настоящий абсент и так далее, я оставлю ссылку на ребят, которые продают абсент, хороший, качественный и настоящий, с вот этими вот хитрыми, там, туены, тыены, я не помню это слово. Короче, меня нафигарило, тебе спасибо за просмотр, еще раз напоминаю про конкурс, который я уже говорил, ты пишешь идею и выигрываешь деньги, за самую крутую идею для видео ты получаешь бабки, а также не забывай про мои практически ежедневные стримы, ссылочку тоже оставляю тебе в описании, пьяного тебе вечера, пока! пока!